Субтитры сделал DimaTorzok 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 А чё такое-то? Чё-то твич мой упал. Не, а вот, пошёл твич, отлично. Бистику Гоу. Чё-то я бистика не вижу. Посев Близкона. Я не видел посева Близкона, так что скиньте мне, если у вас есть. Так, раз кем дамбуру бьётся. Так, раз кем дамбуру бьётся. Бистик вообще ни с кем не играет. Чё ты мне лепишь, блин? Бистик ждёт как раз скиллоса или анархи. А так как нет анархи, то скиллос, возможно, с бистиком будет играть. Так, чё-то там револьвер ожидает. Привет, гроб. Да, идём. Да, идём. Ладно, давай теперь я его посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Анархи Я не понял, что здесь у нас есть не один. Анархи Так, ну что Рева против Овермайнд МК бьется Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакан и почему написано что столько гидро ушел два новых игрока и лейдер и валит смысл какой смысл то почему 2 из 3 гидро один ушел не знаю короче так оббегает лево лингами у него 8 лингов сейчас у оппонента 4 в заказе а нет это у рево в заказе здесь вообще лингов нет в заказе это сгрызали эти какую-то плетку перестраховывается рево делает ну а оппоненты уровня очевидно что даже уровня разного абсолютно рево все-таки хоть и неудачно выступил на весге но он может не топ европы но стабильнее выше среднего я бы сказал уровне так где движунчик идет побежит пытаются линги забежать рево встречать чем вообще назад ты вернулся не понимаю грыз бы ты грыз бы там спокойно то есть 3 б на кстати ребят увермайн дымка пустого криво не проатаковал сейчас у него все нормально становится между прочим здесь забегание интересно идет увермайет нк плетку сейчас отменяет интересно прям лингов принимает здесь бэйлингов взрывает просто ревель это что проигрыш от ревель что ли я чуть не понимаю ну бэйлингов в рабов завести просто надо что-то ну или с хату попытаться сбрызть так забегаю от линги не понимаю на хрена увермайет мк бегает таким образом демиджа получает много но он заказал еще рабочих 23 14 ситуация по рабам из дымба ты слишком много говоришь реально а я тебе признаюсь честно ну не спеши интернет те кто много говорите и не по делу особычу здесь все окей так королеву догрыз увермайет мк 41 26 катастрофа просто урела сейчас линги все бегут и бегут здесь почему не хочет он просто рауч ворон к примеру заказать понятия не имею честно так успеваю взорвать увермайет мк неслабо тут но если честно если сейчас он выиграет реву я буду очень удивлен вообще нахрен отменял бэйна просто можно было взорвать линду хорошо так здесь бэйлинг никуда взорвался попытка как-то разводить странно страны увермайет мк идет так еще бэйлинги доделались пытается реву плетку с мэйна спустить плетка не работает она просто уничтожает царинги мы сейчас на муве сейчас пытается вкопаться отбился реву в итоге отбился тут-то на улыни подвис трюки не понял то что ты говоришь так 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 Так, 54-31 по лимиту, здесь лингов забегает реально дофига от овермайн МК. Рио пытается отвлекать. За какую плетку, да пошли ты через атаку, ё-моё. Нервничает овермайн МК, почувствовал, что Рио может его выиграть, но выиграть не может реализовать никак. Вот когда такая ситуация, никогда не пытайтесь фокусить плетку, просто группу юнитов через Аклик посылать, они сами будут лингов грызть, когда надо будет, блин. Но всё равно лингов здесь слишком много и... Это 1-0, ребята. Никто не будет виноват, не волнуйтесь, потому что, ну, это ж Бу-3, сейчас Рио реабилитируется просто и всё. Так, а какая стадия вообще, сейчас посмотрю. Так, Батулрам, Старлайн, это 4-ая квалификация. Проигрывать нельзя, между прочим, то они пройти будут. Не, на чём вы мне сказали, а вообще 4-ая квалификация идёт. Так, чё случилось? Так, чё случилось? Я не понял, дебила, кусок. За что печатаю, Р-майн там-ка? Что, по-сё, до натуре, что Р-майн там-ка, чём, дебила, кусок. Не понял я вообще, в чём прикол. А, тут вообще Бу-5 у нас оказывается. Ну, кстати, можно посмотреть, даже Старлайн будет сейчас, ребят. Пока Бу-5-СК там развивается, пока пар нету хороших. И чё-то у меня... Ну, оленько уши напрягаются, единственное. Вот надавили наушники. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что тут, увермайд МК пытается хату не дать запилить оппоненту? АПМ, между прочим, 320. И полезные сотки. 200 полезные против сотки. Ну где там полезные? АПМ, между прочим, 200 полезные против сотки. Надо было написать просто, я же выбирал, что постримить. Тут, оказывается, два турнира. Но можно сейчас пока постримить. Это все на глухой поиск, а ничего интересного пока нет. Уже на решающей стадии прийти. АПМ, между прочим. АПМ, между прочим. А, было три кванча. Понял. Спасибо за инфу. Ну, Бо-3 так Бо-3, но это на самом деле хорошо для овермайнда МК, почему бы, что всё-таки при всём, при том, что он первую карту затащил, револьвер посильнее будет. Так, нет, бот даёт... Там 2-2 турнира, которых я сейчас стримлю, бот не то может давать. Тайм, ты 130 рублей у банка отсудил? Поздравляю тебя! Такое случается в новостях, наверное, можно иногда прочитать. Чё хоть случилось-то? Хм. Хм. Так, здесь увермает МК, пытается передропываться, плохая идея, он это понял, куда совлинги погибли, прям в овере, печаль, хитрец револьвер, принял здесь все этот дроп, весь этот. Ой, револьверчик, а хитрец, не может, что молодому проиграл 0-1 и тут начинает, короче, молодой нервничает, а рево, а рево все нервирует, его нервирует. Так. Реви Дисквал могут не играть, а кто решение-то вынес вообще-то? Блин, давайте, может, не будет реви Дисквалов, потому что, ну, Тильтоград точно я буду виноват, потому что я бы не стримил бы, у РМНТМК бы ничего бы не сказал, про это как бы иной, ничего бы не было. А так, а так, в натуре я, короче, буду виноват, потому что, ну, я стримил, получается, да, здесь, так, здесь плеточки у нас, а во что выходит вообще, я чуть не понимаю. А, просто у него линги с когтем, а нахрен с когтем, это а с армором надо делать, чтобы законтрить атаку рейнджовую. Ладно, решайте сами, как бы я к судейству отношения не имею. Так, чё-то линги на муве сливаются, чё происходит-то, я не понимаю. Вместо того, чтобы этими лингами... ...собирал диван. Нашёл, нашёл, ну, у тебя в утвердительном стиле и было, собственно говоря, и я его нашёл. Есть вот стрим, как я собирал диван, запись, может, посмотреть её, она на Ютубе и на ГГ выложена. То есть тебе интересно, короче говоря. Вертие пишет у нас оппонент Репчика. Сейчас начнётся явно дикая машина. Спасибо тебе, тручень! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уинтими молодец, отсудил 130к у банка, без юриста, просто красавчик. Спасибо тебе, Винтайм. Так, а не сказал, что там случилось. Ну да ладно. Ждем поддержки, помимо сотки тогда, когда баблишки переведет. Или уже там перед наликом отчитали, прям в суде. А вот, ребят, помните, что поддерживать нужно, меняя мой канал, естественно. Отключайте Адлоки на премию и подписывайтесь. Переквизиты в описании или через плеер поддерживайте. Мы сейчас смотрим гуфу СК. Соответственно. Не рази мы посмотрим против Папи Джо. Блай не понятно, с кем играет, что пока там не... Сетки не... А, Блай соки уже, ё-моё. Там надо было ворваться, будет сейчас. Так, это Буадим, я понимаю, еще стадия. Так, Блай соки захожу. Блай соки добавляем. Блай- 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 Продолжение следует... 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 ну а к евреям считаю отношениями для меня жить это как бы как и русский в принципе это ну состояние души как бы потому что многие великие люди были не русскими но считали себя русскими да как бы там вот же сталин говорил что там я русский человек грузинской национальности там апокинза летчик палубный кто знает много-много короче не суть вопрос также и здесь просто я русских жидов знаю больше чем как бы ну а евреев меня несколько человек и знакомых сквозь они все замечательные люди так а что случилось почему почему огласки то нету не понимаю мы не будем об этом а то сейчас так чему-то не работает ничего соки приходят вла окружают адепт вы видите все спасибо тебе винтаем еще не будем сейчас разгореться у многих как бы это все дело даже уже с того что я сказал без пожара похоже будет небольшой я пресеку его быстро многих там всяких не было неправильно трактовок да ну что блай отбивает 76 62 парабам игра приостановка соки секундочку бросит может у меня микшер не микшером все в порядке вообще так спасибо тебе винтаем еще раз короче тебе еще раз удачи забрать свое возобновлено то что тебе причитает наши войска атакованы а нам хорошего старкрафта ребят наши войска атакованы месторождение месторождение спасибо тебе еще винтаем с восклицательными знаками до этого насоску подержал трутин еще раз на фонарик для велосипеда фонарики мне не надо но пойдет в счет покрышек и крыльев вот кстати не успел я добавить даже как видите к со второй атакованы да винтаем по ходу те там целое расследование пришлось в программах провести и все дела или кому-то там это серьезный расклад ну что ребят 70 соки 54 блаев в рабочем но боевого ремита ну намного больше сейчас блаев нужно фаржу зашатать а не что-то другое да фаржу блаев зашатай фаржу зашатал молодец соки без грейдов останется а чё говорит блаев у меня тоже грейдов нет и ты тоже не делаешь заходит бла и просто разваливается здесь три иммортала против голых роучи с уверчаржами с филдами что ты делаешь бла это сейчас можно проиграть просто ну здесь видишь кстати в мутку идет шпиль запилен если б соки сейчас не на спорку разложился было все замечательно куда призма улетела понятия я не имею зачем дронов блаев подводит сюда тоже понятия имею сейчас шпиль может выбить и не выбил ё-моё так 137 43 по лимиту соки пытается на четвертую базу идти архона чуть за зал бла не забрал но не забрал 10 муталисков заказано но сейчас собьет скорее всего бла и призму этой муткой ну вот так архончик один подставился погиб ну и потом тоже печально скорее всего будет и потом печально потом да печально может быть упротца если он так вот будет неаккуратен как сейчас призму теряет архона тоже надо забирать пока этого муту алиска фокусит контроль хороший владима стрюжет молодец ни одного мутала не потерял есть подземный муф роу еще можем попытаться заползти куда-нибудь соки добавляет фотонок успеет ли не не успевается фотонок то он добавит нужно ли блайя с фотонками драться мне кажется минеральную линию надо вычищать да что он и делает рабочих падает хорошее количество сейчас уже чем у блайя рабочих меньше чем у соки до сих пор так здесь очень много роучи и лингов почему за почему с подземным муф не зайти блайя не понятно нахрен он его вообще делал а он сделал подземный муф а закопки то нету вот это фейл блайд ли че творишь так здесь и морков шатает да не сталкеров надо и морков надо шатать хотя все здесь блайя нормально расшатывает роуч избревает все 166-94 я бы сказал с горем пополам но пробревает соки то есть ошибок достаточно много опа сейчас раскакиваю а Так, Винтайн, я думаю, судьи не тупые, они просто а-ку-с-ши-е. Центр можешь сам вставить, ему вообще насрать на все. Судился с институтом Каменя, отчисленный в четвертом курсе из-за физкультуры. Ну там реально было очень обидно. Ну бы уж так, там можно всех отчислять было бы, как меня, многих. Вот, ну меня решили наказать показательно, как бы. Ну в итоге из-за того, что должен был я сказать, что я не согласен с исчислением. Вот, если бы сказал, что я не согласен с исчислением, типа, как бы, у меня бы, ну в конце там, у меня бы типа я выиграл. А я сказал, что я согласен, но, ну это предвзятое было отношение, как бы, поэтому я проиграл. Вот так вот, такой расклад был, короче. Я не понял, в чем прикол. Ну в итоге год в жизни потерял, но сейчас, в принципе, не жалею, что бы изменилось от этого. Может быть, это и к лучшему, тем более, что отчасти там тоже были правы, да, как бы, потому что я, ну должен был, должен быть сам более ответственным, как бы, и свои дела сам, да, как бы решать многие. Вот, ну тут ничего не поделаешь. Ну а ты молодец, что говорить, как бы, бабла касаемо, тут у нас очень тяжело выиграть. Так, что, Блай, то будет еще играть, я что-то не понимаю. Должен, по идее. Лишь первая игра была, по идее. Ну, кстати, у Блая кореец по сетке идет, получается. Я думаю, что ему там некому проигрывать, абсолютно корейцу этому. И снизу корейцы тоже, короче, везде тут корейцы лайф супер. А, лайф вообще появился, он вроде как его не было, а теперь он появился, смотрю. Спасибо, Тевин Тайм, еще раз. Спасибо, Тевин Тайм, андефайн. С комментарием. Спасибо тебе большое за поддержку. Короче, что-то печаль какая-то, блин. Что, Блай, все еще? Не понимаю, что Блай не играет больше. Или соки там репку смотрит, наверное. Какой слайд. Это мешает. Апелляция, да у нас там юрист Челдон был, как бы, маме, ну, ее знакомый хороший посоветовала, он оказался, ну, он просто брал деньги куда-то, типа, там вообще от судьи, а там забашлять, короче, такой бред, а сам в итоге ни хрена не делал, абсолютно, как бы, вот. Чеп уж, короче, был. Я понимаю, что это и не нужно абсолютно было, как бы, по итогу, вот. А потом не стали заморачиваться, смысл там, тем более с институтом, ну, что там, если ты выиграешь, тебя, если они захотят, они тебя по-другому формальному поводу отчислят, как бы, и все, вот. Я не помню, что там было, апелляция, не апелляция, не стали заморачиваться. Я вижу, Трутьень, ты не волнуйся, не волнуйся за собаку турецкий, а я и не волнуюсь, как бы, понимаешь? Все нормально, я все вижу, все сделаю. Спасибо всем, пацаны, за поддержку. Сетворк. Сетворк стоточкой. Стоточка так и так. Спасибо за стрим. Что-то бла ничего не начинает. Короче, по озвучке мне ничего не говорят, что, почему и как. Так, переставил галочки, может, поможет, конечно, я не знаю. Ну, не уверен. Спасибо всем, братва, за поддержку большое. Вот такие вот дела. Это с бугового поиска БУ-1, точно я забыл. Ну, что, бла и следующего ждет. А там очень долго ждать, потому что пары нету, судя по всему. Хина, бестик, смут, пробьете. А куда-то прорываться еще куда смогу. Блик 96. Такая же тема. За собаку небес. Ну, не беспокойся за меня, короче. Турецкий. Вот. Все нормально будет. Главное, чтобы голос был. Стремить можно. А дальше видно будет. СДИМБО, не знаю, что ты говоришь, я не вижу в чатике никакого. А никакой помойки пока, но для 27-летнего человека такое, ну, поведение тоже, пусть его сагрил кто-то там. Ну, это, ну, неприемлемо. Все-таки, как бы, надо себя в руках держать. Плюс не я решаю по судейству, плюс, как бы, это результат долгого пути, как бы. Ревчика в том числе. Пора измениться уже, как бы, и... Ну, можно гореть, но пусть тебе внутри горит, да, как бы. Во внешний мир не выходит, тогда и тащить будешь больше 100%. Я вот это точно знаю, как бы, что так и будет. Ну, просто ты тупо свои нервы тратишь, как бы, ну, каждый свой, ну, каждый выбор за ним. Давайте, короче, прекратим это обсуждение. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Поддерживайте меня и мой канал. Вот, разбираются, ребят, почему озвучка пропала. Я галочки заново переставил, может быть, это сработает. Не знаю, в чем там дело. В общем, всем громадное спасибо за то, что поддерживаете. Это очень важно, естественно, для появления новых стримов. Запись на YouTube выкладываю, всего, чего могу. Ну, а сейчас достаточно много всего, в общем-то, идет. Вот, сегодня решил GoFuSK постримить. Хочу, опа, лайф супер, лайф супер. Как мне их найти, ребята? Ну, кстати, там и Блай скоро будет с кем-то играть. Нет, потому что там Корея сбьется с Билови, с Эморфл Пастом. Субтитры делал DimaTorzok. Давайте пройдем. Я не знаю, успею или нет. Я не знаю, успею. Так, добавляю каретис, может быть добавят меня. Вот, ну они все равно, кстати, дальше по сетке будут идти. Я посмотрю сейчас Эморкул Паста против Билуи. Почему? Потому что победитель попадет на Блая. Тем более это Бу-1, и Лайв Супер, конечно, очень интересно. Но хочется наших игроков посмотреть, ведь я специально, чтобы наших показывать вам. Так что вот так вот. Так, анонс Home Story Cup 17-20 ноября. Это интересно. Я не знаю, получится ли по... Так, не знаю, получится ли в игру попасть на домашнице. Так, табу-1. Так, нормально. Так, ладно. Так, ладно. Продолжение следует... 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 Не, ладно, конечно, до блинка, если ты сразу твайлайт делаешь и про Укси Даркшайни, там какую-нибудь фейковую глефы заказываешь, даже пофиг не фейковую, а за 100-100 глефы делаешь, ну нахрен такой поздний Даркшайн, в чём смысл? Так, а, ты про это? Ну, ты должен быть готовым к нелестным комментариям в свой адрес, так-то можно будет показать А нахрен ты мне пишешь, если у тебя нету? Напишешь, когда будет, а там посмотрим, по настроению как зайдёт Я надеюсь, это не будет так, как в некоторых фильмах, когда, ну, или в каких-то сценах, когда тебе стыдно заказывать Кого-то становится мне, я надеюсь Так, призма строй здесь, плюс три гейта ещё Да, бот нормально работает Смотри, не сглазь, а то сейчас заикаться опять начнёт Я выхожу из стен Так, варпятся Дарки Дарки будут залетать на мейн, здесь Билуи готов с обсервером, на мейне обсервера нету Но он быстро очень отсюда придёт, у Мазеркора 200 энергии, то есть это минимум, ну, не минимум, это 4 оверчажа, здесь 3 пилона есть То есть лоб, да какой-то лоб, здесь без оверчажей в хлам развалит Билуи Уже на 20 почти лимитов плюс, и третий некс устроится, вообще я могу пасть, но я же говорю, он просто непонятно, что делает сейчас абсолютно Дарки на мейн заходят Причём... Да, не пошли-то А, он подумал, что здесь только один обсервер Нет, братан, тут не один обсервер Дарк уничтожен Что-то арка развалил Билуи Пытается шатнуть и призму здесь Ну, призма смогла улететь, в это время 3 оверчажа, сталкеров отогнал Что-то всё в порядке Что, алик сзади вон, слёг спать, что-то новенькое Гейт фаржа у нас здесь пошла Треть некс пытается и моргл пас заказать Стоит рядом с Билуи Билуи блинк уже есть давно, кстати Сначала видео сними, а потом договариваться будешь Что-то там яму уже опять в диване роешь Так, Билуи ловят сталкеров и моргл пас, но он уходит отсюда Сто два, сто шестнадцать, пытается Тут третий не пускай ты выйти Саплай блоки ловит И он один всего строится, блин Косяки, косяки, косяки Так, и сталкера отдал Здесь адепты зашли, призма была сбита, судя по всему Да, потерял только что призму Два адепта, в которой сидели И Билуи идет вперед, я так понимаю Причем у него много реально юнитов Вперед идет Есть ли глефы у Билуи? Да, у Билуи уже есть глефы Резонирующие Но где призму? Призма не наблюдается сейчас почему-то Или есть она? Вот она есть Да, летит призма Все, призма наблюдается Отлично Пионами с Билуи сам завтыкал Сейчас соплай блок может быть Грессивная блинка от Билуи Это минус эморт у паста, очевидно Здесь уже нечем не могу Тупо отриваться Эморт 2 я не могу выйти Сзади что-то мешает спину Ножками себе нет Развалили беднягу Ну что, Блай Билуи ждем, в общем Хрен знает, добавил я меня супер Че-то никто меня походу не добавил Начали они играть Блая ждем, короче, против Не понимаю, что я в друзей хотел добавить Походу Ну ладно Думаю себя не уйду не волнуйся принципе не очень долго осталось уже четверть финала на глухой ска причем везде хина бестика за шаттл снуд хина сверху sbr папе джо другой человек на блай белое и лайф супер нижней сетке и корица было не повезло верхней корицы нет но там есть мук зато и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Шумблай не пришел, а я на него понадеялся, что он сейчас будет катать одновременно с ними. В итоге я ничего Блай не катаю. Шумблай так и не объявился. На носу. Блай! Снип! АРАК была минками, но снова эта печаль просто. РАК-8 Для ЛАК-4 что там зазор поддерживает турик спасибо тебе что поддерживаешь турик так отмечу что буду стримить все эти турниры а вот основной я уже стримлю чтобы сообщение о поддержке сюда приходили а также пенсия а и и и а и и и и и это это также в целях как так 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 здесь у нас две минки будет больно феникса минус 2 феникса встретя осколки от них улетели в пропасть сейчас ну вроде блай объявился танцевать shuffle будешь мне неважно как называется посмотрим как это будет выглядеть вот что главное ключи было и пока не отвечает хотя вроде он больше не афк появился здесь в онлайне афкаде афкаде 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 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 16 15 16 20 17 16 17 19 19 написать. Такое было и то лучше написать, просто выйти и забыть обо всем. Ну что, там бомбило, не стоит такого делать. А в ладере там, ладно, с перебором тоже не стоит. Правила есть правила, тут уж ничего не поделаешь, нужно ответственно здесь как-то по всему подходить. Так, затягивается, короче, здесь все, ребят. Кто хочет Супер Элайва досмотреть, смотрите, а мы на Блайв переключаемся сейчас, ребят, целиком и полностью. Потому что это будет три, нужно смотреть, сейчас я твич проверю. Там, кто победит, будет с победителем Блаяв Биллу убиться, между прочим. Тут два... Так, погодите. Погодите. Это гейт, газ, не эксус, кибернетка. У нас билд у Биллыв с добавлением второго гейта. Да, Блайв прибегает, у Блайву первое, это сразу же минус пилон оппонент. Будет ли нексус пытаться отменить, не знаю. Ну, навряд ли ринги 2000 хп успеют сгрызть здесь. Блайв прибегает, пилон не фокуснуть здесь никак. Ну, не надо в рабов прорваться. Блайв пытается пилон здесь фокуснуть, который рядом с мейном. Обязательно его сейчас отфокусит он. Выходит первый зелок. Так, нет, как будет выглядеть, не надо мне скидывать. Когда уже будет выглядеть, то скинешь. Потому что всякую куску я не буду показывать. А ты будешь там присутствовать, тогда и поговорим. Ну что, здесь Блайв, в общем-то, пытался подгрызть. Подгрызть не получилось. Будет сгрызались. Блин, а почему Блайв сразу лингов не домашил? И почему он нахрен в рабочих врывался, не дождавшись еще лингов группы? Так, здесь лингов еще подбегает неплохая такая кучка. Блайв ждет, правда, еще лингов. И здесь, пока пилон не готов, можно очень-очень эффективно сейчас наломиться будет. Так, заходит Блайв. Пошел на лом. Но здесь пилон бил и хорошо юнитов их поставил, обратите внимание. Это катастрофа для Блаяв. Это минус Блайв. Потому что экономическая ситуация печальная. Наипечальнейшая, я бы даже сказал. 20-13 парабам. Блайв нахренам-то масит лингов до сих пор. Удай, наскоряйте тут правду. Короче, Блайв СЗ зажал. Кажется, помогите, кто не Блайв, приедьте к нему домой. У него кнопочка Z залитла. Точнее, SZ комбинация залитла такая. Он не может с этим ничего поделать и, к сожалению, это приводит вот к таким вот последствиям, как вы видите. Убита одна пробка и два пилона. И, погодите, три юнита каких-то. Два пилона Блайв точно убили. Сейчас чуть-чуть юнита. Наверное, здания тоже за юнитами уситываются. Короче, Блайв отбился. Это 1-0 его пользу. Что-то Блайв решил на халяву, по-моему, слишком здесь пробрить оппонента. У него ничего не получается из его задумки. Начинает Блайв камни порабливать. Вот что? Вот что можно сделать в такой ситуации? 3-й хаты нет. Рабочих 32-21 в пользу продуса. Нету лейера. Нет никаких грейдов, кроме муолинга. Ответ. Сами ищите. Моя версия. Ничего уже нельзя сделать. Ну, Блайв решил попробовать. Чудеса в Старкрафте бывают, но не когда вот так вот играешь безинициативно, в общем. Прииграла приз 0 рублей. 400 рублей вроде приз. 3-я четвертая квали 400 рублей, да? Блин, это баг какой-то, походу. Так. От Локи еще сотка. Это тест. Как ты видишь, тест не работает. На наши зомби напали. Слава головам. Ты узнаешь это через 2 минуты. Потому что задержка 2 минуты, соответственно. Слава головам. А, еще не выиграл. Дастера пора за 2 удара от оверчажа. Собака умирает. 30 демо с оверчаж. 35 хп. Считай сам. Ну, если пробочка ее пильнет, например, а у нее с брони 0, то сразу с одного. Ну или вот MotherCourse с оверчажом просто идеально. MotherCourse и оверчаж. Все. Минус собака. Еще 0,61. Скорость атаки там тоже примерно такая скорость. Так. Последние события. Слези. Ваши войска вступили в бой. Улучшение завершено. Слава голову. Месторождение минералов истощено. Улучшение завершено. Ой. Слези. У rugи не смогли и узнать. У в тихалии, а не уми, а не уми. Без нэ. Жизнь станки. так все появились луки события все понял спасибо тебе локи 7 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообщает и у и 2 все отлично я здесь среди так ну виллу и было присвоит было пытался бы и нами сдержать ребят прошу прощения отвлекся потому что надо мужика было восстановить вот хотя бы локи спасибо мужчины и женщины только причастен присутствуют минус блай 10 но там давно все понятно было извините ребят что не коментил это вот ждем следующую игру так да разберутся твоими призовыми не волнуйся не стамбель это пофиксит наверно баги какие не скорее всего я вижу на главные 4 сотки призовой был значит должен быть у тебя где там вторая игра от против либо против билую так ну написано 4 старая например вот смотри сейчас покажу ты король брат видишь у тебя венок корона просто какая-то там золотая по ходу дела должно все работать разберите ребят пожалуйста привет new paradigms по какой причине я не знаю вот рева проиграл overmind мк и иска говорит что он ему что-то там написал личку и без понятия что короче у рева разогрелась немножечко и он начал ругаться матом и на него тоже и в игре в самой в чатике короче все стали уе на нами уенами один слог я пропустил и бзик юра стал кем-то там кем он стал то потом уже после конченым 314 раз он как говорится в интернете вот такие вот дела короче как-то так ребят меня и знаю я на самом деле как бы против вообще вот это все происходило но это происходит из раза в раз ну по-новому я надеюсь у твердос навернулся надеюсь от вердоса больше не будет слез в подсобке требующие больше не будет такой хреник мне уже это вот здесь сидит вы играете просто ну турниров немного относительно тем более наших где не самые сильные составы естественно снг где можно выигрывать и где люди ждут где зрители вот он я с не буду бессрочно банить между прочим бессрочный бан сейчас не работает об этом хэппи жаловался только недавно в конфе поэтому бессрочно все не получится так рекламу к чё с рекламой кстати локе чё ты блин по два рубля в день раньше раньше хоть 50-100 там накапливалось за день вроде как стриме с двух часов починя пивка не теле и вообще типа нету люди говорили что есть не знаю в чем прикол к манчи короче разберутся пацаны вот и здесь все здесь здесь ревчик здесь все-все-все так адепты приходят блай теряет пять дронов и шестой заезд заедет ё-моё шесть дронов убивает ну ё-моё ну блай ну как так вот навс кодор это русский старлайн это наш турнир спасибо за потерянную починенную поддержку ребят мужик много говорит поэтому можете поддерживать меня и мой канал естественно сами знаете как по реквизитам либо через player чтобы он говорил от блоки отвечать на премиум подписывается мы смотрим go for sk который за очки чтобы попасть в финал месяца где неплохие очень призовые присутствуют вот то есть здесь призового нет кроме очков так адептики полетели куда-то там не куда-то там могла если быть точным было и заказ 16 лингов у него есть 8 здесь 6 адептов идут без глефов они не бесполезны конечно но они не смогут здесь убить и у ревы бессрочек забанил на нового гг да что ты говоришь какая несправедливость а тебе нужно жаловаться вышестоящие вышестоящие инстанции привет никс забегая от блаи адепты как не понять куда телепортируются никуда они не телепортируются блаи пытается зайти где сейчас глефы будет плюс 2 синтри 68 80 по лимиту в пользу блаи адепты пытаются телепортнуться к блаи туда дальше будет нет нет не стал телепортироваться нет рекламу тянет у кого-то есть она ее не настолько нет насколько цифры показывают я уверен в этом пушка она могла деться ну 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 Три адепта на мейн Блайа приходят, но Блай Линген еще очень быстро, их окружает, принимает, это хорошо, что он так сделал. 104.77, роу еще у Блая очень даже много, здесь Никсус отменяет у нас Билуви, пытается во вторую робу выйти. Блая идет вперед, 6 реводжеров, наблюдается морф неподалеку. Здесь 6 адепт в контрзабегании, кстати, вот при таких билдах Зерга, если Зерг не пробивает в лоб, а в лоб непросто пробить на самом деле. Контрзабегание адепт очень-очень решит, по Мазеркору в фаербол и пошли, хорош Блай. Минус Мазеркор, да только не отступай назад, куда ты поперся-то, ё-моё, Блай, ну что ты творишь, убивай в лоб, и он чисто накопит миллиард юнитов, сейчас Лингов здесь масса отдастся. Вместо того, чтобы пробить лоб, Блай приходит, начинает скрывать Лингов, всех реводжеров назад ведет, адепт сейчас телепортулся на вторую базу. Ну здесь минуснет адепт. Ну хотя, с другой стороны, в принципе, Блай здесь потерял минимум рабочих, Нексуса третьего нет. Но знаете, в чем прикол? Сейчас вот я играл, и с некоторыми Зергами даже получалось, конечно, два не такого уровня Зерга, а выше значительно. Сейчас двух робот штук-6 имморталов на Мазере, адепт туда добавили, и контр-выходом можно просто пробрить Зергу. Потому что здесь юниты какие, Лингов законтрят все адепты, главное филдов, чтобы было достаточно, а роучи реводжеров и имморталы в мясо развалят. То есть роучи вообще здесь будут сдуваться в секунду, и реводжеры, ладно, там еще реводжеры будут что-то делать. Так, а лепту Блай подрезаем, идет вперед опять, Мазеркор новый восстановлен, он же почти на второй оверчаж накопил. Все, сморталов уже четыре штуки здесь, фаербулы по рампе пошли, еще фаербулы по рампе пошли. Фаербулами надо здесь пытаться наваливать, сконфиговаться в фаербуле тут. Такое у меня ощущение сказывалось. Так, все проблемы. Нафиг, короче, за юнитами гоняться, диджит... Диджит файлайт, диджипилун, сбри ты их, черт побери, уже. Так, еще два тринга стоит, роу еще не сделает. Деньги забегают, фаербулами Блай кидает. Вот такое количество реводжеров в пилон просто за один каст фаербулов убьют. 60 дэмэджа, прикиньте, просто. Здесь 14 реводжеров, 10 где-то уже 6 соток, то есть 10 реводжеров с каста в пилон убивают. А здесь 14. Так, пытается здесь билую отбиться. Ну, а нет, здесь Блай не думаю, что упустят эту нужду. Вот, кстати, наконец-то Блай начал соображать роботикса всякие пробивать. Фаербулы новые идут, роучи новые приходят. Фаербулы еще на варп идут. Еще один иммортал вышел. Так, фаербулами не пропа там адептов гасит Блай. Еще 30 лингов заказано. Нужно ли лезть в лоб? Блай не спешит лезть в лоб, ставить четвертую базу. У него, между прочим, призма на мэне. Сейчас будет сюда варп, может быть больно Блайу. Так, два адепта на мэн, два адепта на вторую. Фокус рабочий со стороны билую. Ну, не особо тут он что-то пофокусил. Блай шпиль бы поставить, чтобы бас наставил миллиард здесь Блай. В принципе, он продакшн билую выбил, у него все нормально на самом деле. У Блай сейчас. Ух ты, фаербулится тут Блай, пытается билую давить. 157 на 112. Очень много ревозеров у Блай. Фаербулы пошли на варпящихся адепт. Хорошо так Блай тут просто. Блин, вообще, сейчас очень хорошо прошло, как дождем. Палил просто. В линию имморфалов, в линию адептов, в сталкеров, которые сзади были партнеры с ГГ. И Крипл уже под вторую базу пришел. Два адепта дороже шести дронов, да что ты говоришь. Во-первых, поздравляю с тем, что ты считал, два адепта это 250 ресурсов, 6 дронов это 300. Во-первых, во-вторых, в ранних стадиях у них ничего дороже рабочих. Баю поддержал ваш канал на сумму 400 рублей и сообщает, коми добрый вечер. Отличный стрим. ПС, что это за новый сайт ГГ, на котором все надо чинить? Росавтодор что ли делал? Спасибо Балу, я не знаю, Росавтодор, что за такая тема. Сайт действительно новый, много багов и их фиксит просто, но по функционалу мне пока все нравится. Единственное, что много нужно допиливать, например, всякие статистики и так далее. Ну, я думаю, что это в ближайшие недели пару все будет допилено. Так что все будет нормально. Вам за поддержку всем громадное спасибо. Смотрим гуф войска, где Блай бьется с Билуи. Так, куда там? Так, все отлично, поменял местами. Что такое? Что такое? . так поехали спасибо балу спасибо всем братва короче продолжаем и а Спасибо, Золотце! Росавтодор Я понял про Росавтодор Да нет, все, ребята работают На самом деле, ну, я-то понимаю, что это все непросто Но зато, ну, как бы, без нашей помощи с вами Без моей, без вашей, как бы, все Бы мы не сделали быстро и оперативно Баги фиксятся очень-очень быстро Я вижу, что так и есть Так что вам громадное спасибо за все Никс все будет сделано в ближайшее время Вот Так, привет, Трутень Ты будешь разыгрывать премиум? Про какой премиум ты говоришь? Скажи мне, пожалуйста, я пока не понимаю Вот Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, за что кланчи Удачи на финалах Их мы будем все смотреть Вместе, конечно, я буду стримить вместе с Мэджиком Может быть, кем-то еще, не знаю Пришли адепты в этот раз Так, девять лингов погибло Не, ну, ладно, дрон один погиб Но девять лингов откуда там вообще взялось? Так, адепт приходит на золото Блай, только не отдавай дронов Я тебя умоляю, спорка пошла Блай не отдает в этот раз дронов Молодец Все хорошо здесь дел Ну, слава богу Золото дает преимущество по добыче Блай Кстати, не очень большое даже Но есть оно, есть небольшое Хотя почти одинаковое добычье Я смотрю сейчас Просто здесь больше на минералах Именно рабов И, в принципе, больше А здесь на второй боте вообще нету рабочих Убилую Блай делает раучвором Сейчас, как вы видите Блай начинает прогрожать камень Нужно крипом соединить вот так вот Мостик сделать отсюда-сюда И отсюда получается, ну, куда? На 6 часов тащить поверху, что ли? Так, здесь глефами Да, сейчас будут глефами Через секунду адепты будут глефами уже У Блая 8 раучей заказано Как же, блин, долго они делаются Просто время тянется Лингов не отдавать только Блай Пожалуйста, лингов не отдавай Адепт заходит на ХГ Блай принимает бой Лингами плюс робочами Как же адепты быстро унижают лингов этих Но, по крайней мере, Блай сдерживает И ошибка от Биловой Он иллюзию вперед не послал Хорошо зажал их в угол сейчас Блай По лимиту в плюсе Напишите про обам 33-46 Что за хрень по рабочему вообще? Можете что-нибудь объяснить? И куда Блай? И когда собирается атаковать? И собирается ли он вообще атаковать? Я вижу пока, что дронов до заказа у него Блай имеет он в абсолютном плюсе Зайти отсюда хорошо очень можно Минус Мазеркор Здесь три адепта в контратаке Блай приходит Блай пытается их окружить Окружает одного только Нахрен Роучами-то отошел? Ну где мультитаск-то? Почему Блай отошел? Ну что происходит вообще? Я понятия не имею, блин Неужели на два направления Контролить так тяжело, блин? Надо всеми лингами гоняться Почему Роучи Реведжеры Никуда не атакуют сейчас? Почему Блай отступил? Когда здесь вообще ничего нету, блин Блай пытается зайти через основной проход Он видит, что здесь три Ну, кстати, фаерболами между тремя пилонами Сейчас, ох, как хорошо можно дать Может зайти, отключить здесь гейты Типа, Кобилу и тусуюсь там на своей третьей базе Блай еще Реведжеров добавляет Блин, и не вовремя приходит Так, фаерболы между пилонами пошли Да, так уже ты тогда уже сюда заходи Блай заходит на рампу Пытается пройти внутрь До пилона минус ничь Линги пробегают на мэн Пилоны почти минус нул На мэне линги рабочих грызут Билу не через меню лвок Уводят, это ошибка была В итоге через меню лвок Но как-то криво Адепт телепортируется лингов принимать Еще фаербол Минус пилон минус твой лайт будет 107-92 по лимиту Здесь линги на третий Пытаются выгрызти пилон Суверчажем И выгрызает один последний линк Здесь, кстати говоря Но Блай на рампе вместо того, чтобы подступить Отдался В итоге Нул активировал премиум на ваш канал Здорово, Абойлер Да, я катаюсь на велике И он очень мне помог Почему? Потому что Ну, у меня он 4 года Мелидо моя Мастерл 100д Если интересует копишь Многие спрашивают Вот Год назад примерно сделал я пластику Передней крестовразной связки колена И он мне в разработке сейчас Очень-очень сильно помог Так что этим летом я не жестил Да, в принципе, особо не жестил Ну, поначалу я медленно ездил Сейчас уже просто, ну, побыстрее летаю, конечно Зарядануть хочу Покрышки новые две заказал Крылья слегкосъемные заказал Ну и в перспективе транслизию хочу Зарядануть тоже Ну, дырк новый Уже старенькая Спасибо кому-то там за премиум Приходит Билови Начинает Блая расшатывать Блая отдает золото Это, конечно, еще пока не ГГ Потому что у Билови вообще Добычи тоже мало Но лимит очень-очень близок сейчас Так, здесь линги прибежали Блин, Блая их не контролит Даже пробку не покусут Но лимит убил У него 19 адептов Три иммортала, три сэнтри А здесь всего 8 рейлджеров И в основной Основная армия Блая Это линги, ребят Файерботчики идут сейчас Адепты не заходят Блая нужно выиграть Основной замес По-другому никак просто Здесь не выиграть ему будет Но боевой лимит очень близок Королеву, ну Не понимаю Через F2 же Королеву не контролит Если бы Блая в 2 смет Или что там Блая жмет-то вообще Так, транстелепортируются адептер Роучи, линги Так, файербулы какие-то кривые от Блая Хотя вот по имморталам Часть попадает 73, 84 По лимиту 18 лингов Нужно отступать За счет файербулов Откидываться Так, файербулчики новые падают Вроде как Блая подрезает Часть юнитов ими Файербулами я имею ввиду Адепты прямо в рейлджеров Телепортируются Это печаль Имморталы все живы Линги не успевают Просто тупо выйти Файербулами Блая не понять Куда стреляет Не попадает Но Блай по лимиту В плюсе все еще Адепты падают Иммортал Если подрезать Есть шанс Надо покусить Именно этих юнитов Сейчас, чтобы они Неких Роучи не забрали Билуи неплохо Здесь законтроливает Но нужно сваливать Отсюда Блая 10 Роучи он еще делает 77, 58 Это шанс на победу Очень хороший для Блая Но у Билуи Тут и база начинает Добываться понемножку Тут проблема знаете в чем? Что Блая контратаковать нужно Без контратаки Здесь ничего не получится А проблема еще Очень серьезная В том, что у Роучи Нету мува Здесь встречать призму Вот эту нужно Королевами Только Роучи Нахрен не нужны Билуи залетать Прям на королеву Лай фокус ее Минус призма Кажется это победа Для Блая Билуи Что ты делаешь вообще? Ну нам-то только хорошо Поболеем за Блая Я и правда не знаю Кто там супер Или Алаев победил В другой Сеточке как бы Части Ну победитель Блая Билуи Попадется на Алаева Супера победителя Соответственно Мы это-то и будем смотреть Конечно Но кто? Хотелось бы Чтобы Блая Это было не Билуи 98-74 Но Блай опять Что-то тянет Вот что тянет Блай Не понимаю И давайте Сейчас всей армией За тремя адептами Угоняться будем Что ты делаешь? Блай Что ты делаешь? Черт побери Так Адепты кривые Люди послали Сейчас Ну Блай Ну Блай Блин Атака-то будет Я не понимаю Или нет 103-89 Ну Блай готовит Супер атаку С масс-реведжерами Какую-то Гигантскую Здесь Билуи Пытается адептами Разводить Политика С его стороны Считаю верная Абсолютно Потому что Блай Блай Не мобильная армия Вообще Если Блай Даст дестабилизаторов Построить для него Это будет Катастрофой Просто Ему нужно Сейчас Срочно Идти вперед Блай Что-то тут Стоит А он Адепт Пытается Отловить Здесь Адепт На му И Билуи Засливают Неплохо Блай Пофокусил Нужно признать Не стал Билуи Телепортировать Здесь Слинги Забегают Они ничего Не сделают Первый Дестабилизатор Пошел Блай Свич Муху Готовить Что-ли Я что-то Понятия Не имею Наши войска Атакованы Месторождение Минералов Выработано Так Ребят Блай Поймал Всех Адептов Наконец Парабам Одинаково В мутку Свич Это очень Хороший Всегда Вариант Против Протса Который На земле Завис На наземных Войсках Но Посмотрите На Ресурсы Блая Хотя Он сейчас Минералов Подкопит Но ему Нужно Все Сейчас Просто Муту Вкладывать 10-11 Муталисков Сейчас Очень Много Могут Решить Здесь Вообще Только По пилонам Пошли Со стороны Блая Два Пилона Падает И Час Упадет Вот Так Вот Надо Конечно Разводить А нахрен По себе Какой-то Мисклик Блай По своим Реводжерам Кинул Сейчас Все Так Зал Дестабилизатор Не достает До Блая У Блая 7 муталисков Заказано 11 муталисков У Блая Заказано Мне Блая Кажется Тащит Здесь На макро По чуть-чуть Четвертая Хатка Готова Билу Зажался Там Дома Вот Ребят Не Жалею Что Начал Стримить Абулер Поддержал Ваш канал На сумму 10 тысяч Рублей И сообщает Закрой Вопрос Великом Сам Катаясь Понимая Что Штука Нужная Экскуд Активировал Премиум На ваш Канал Спасибо Тебе Абулер Только Хотел сказать Поддерживайте Меня Мой Канал Спасибо Тебе Великом Вопрос Закрою В ближайшее Время Конечно Вот Может быть Даже Пофоткаю Что Где Сделал Что Многие Спрашивают Зачастую Спасибо Большое Ребят Помните Что Поддерживать Надо Меня Мой Канал Всем За Это Громадное Спасибо За То Что Поддерживаете По поводу Не договорил Не жалею Вообще Не жалею Как бы Что Начал Стребить Го Фоск Не только Конечно За Вашей Поддержки Но Из-за Того Что Блай Тут Тащит И Как бы Мы Видим Интересные Очень Очень Игры Мутка Собирается Врываться Сейчас На Третью Базу Здесь Один Единственный Мазер Кур Уверчаж Билу Успевает Выставить Всем Блай Улетай Победун Отлично Спасибо тебе Болер Большое Так Кто там По сетке Победил Давайте Глянем Сейчас Я вам Покажу Потом Допилю Поддержавших Сейчас Так Как Мне Нуту Прикрыть Так И Лайф Супер Еще Я так Понимаю Бьются Хина Сну Проблил Что Это За Хина Убивец Такой Я Не Понимаю Если Блай Сейчас Победит Здесь То Он И Финале Должен Тащить Снут Проиграл Это Удивительно Очень Блай Молодец Мы Ждем Продолжения И Лайф Супер Не Отрепортили Либо Они Еще Играют Я Честно Гля Пока Не знаю Сейчас Мы Посмотрим Здесь Нет Супер Уже Не Играют А Почему Не Отрепортилось Видимо Еще Сейчас Я Так Короче Вопрос С пледом С великом Можно Закрывать Ну Ну Ладно Новых Сборов Я Пока Не Буду Открывать Подумаем О чем Нибудь На На самом деле Я Просто Люди Просили Поэтому Я Сборы Всегда Открываю Пусть На Что Нибудь Типа Собирается Стрим Апгрейда Велика Нет Велики Я Не Настолько Шарю Чтоб Самому Грейдить Меня Есть Знакомый Как Теперь Уже Неплохой Креба Который Этим Занимается Он Профессионал Абсолютный В этом Деле Супер Победил Ребят Говорят Лай Против Супера Будет Это Лучше Чем Лай Я Честно Скажу Супер 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 Продолжение следует... 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 Так, я не знаю, что там, ну, я видел в правилах, что за каждую игру деньги даются, Блайв сказал 16-2, я не знаю, что он имел ввиду, типа там он уже не сопротивлялся, не играл, или что он имел ввиду, я бес по нему. То есть это были слова Блаяв. Так, здесь роучи забирают, контратака на лингах приходит, Блайв просто отбиться сейчас надо, но отбиться тяжело, смотрите, сколько здесь адептов много. Адепты на третий пошли, на мэне, проблемы у пробок, Блайв грызишь ты его жестко, жестенько грызи, как можешь, грызи вообще, как не грыз никогда. Адепты с лингами бьются, кстати, линги подгрызают, адепты, насколько я вижу, это хорошо, потому что они продолжат пробок уничтожать, пробочки падают, в это время Блайв здесь бой принимает, кажется, что Блайв здесь вроде как даже и отбивается. До варпы уже скудные очень, по три адепты всего и призма падает. Ну все, Блайв отбился, ГБ пишет супер, Блайв 1-0, что-то Блайв в ударе под вечер, смотрю, устал. Так что я хз, а счет видел в финале, я просто не видел окончания того матча, если честно, как бы. Так что дело такое. Так. Папе Джо уже ждет в финале, он развалил Хино. А Блайв нужно супер дожать. Вот я думаю, что Блайв сейчас ни в коем случае не нужно делать каких-то этих там... Какие-то пуши жесткие. В плане Proxy Hut, потому что сейчас супер реально будет ожидать вот это все дело, я думаю. Что такое Блайв начище? Так, ребята, хорош там бабки чужие обсуждать. А Бойлеру большое спасибо, всем большое спасибо. Просто помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подумаю я, на что сбор еще сам устроить. Теперь на диване будет какой-то покрываха. И братан там будет лежать с великом, тоже разберусь. А вот он уже лежит. Приуныл что-то. Черт, ты что приуныл? Вот он просто ждет лежит, когда я освобожусь, чтобы пойти на улицу, в общем-то. Голову свесил с дивана. Ладно, что-то не приунывать. Пойдем мы скоро. Маша тебя с утра потрепет маленько. Да, жаль, турнир без призовых хотя бы. Что-то Блайв сегодня без призовых разбушевался, блин. Ну, зато вот если он пройдет дальше, то он в финал месяца попадет в топорду, наверное. Ну, Глаза ВП очень неплохо идет в последнее время, я смотрю. Сейчас я покажу всё не посмотрев. Смотрим Давайте попробуем. Давай, давайте быстро. Ну, давай, наверно. чужом золоте сейчас ставит. Ну это, кстати, агрессия от Блая. Супер, что ли? Нет, супер понимает, что с Блаем Нексус не надо. Пошла кибернетка, заказан. Вот я грел. Вот Блая лучше не делать такую тему, он делает. Супер сразу его рассекречивает. Зачем нахрен? Сейчас зилок выйдет и просто развалит все эти плетки к черчам собачьим, блин. Блая перемудрил, здесь три плетки сразу заказывает. Ну и что, как он зилка-то здесь законтрит? Королеву вообще не строит, сейчас он только-только заказал. Ну что, пытается супер здесь все отменить. Так, только не про оружие Нексус, это не то место. А то сейчас начнется здесь просто дичь полная. Так, доделалась плетка. Белка почти отфокусил. Белка добил, Мазеркор выходит, строятся новые плетки. Ошибка вот реально супер. Знаете какая сейчас ошибка гигантская была? Он не заказал здесь пилон на лоу-граунде. В итоге Мазеркор не может разваливать нормально королеву. Это печаль полная. Так, здесь лингами пытается Блай разводить или не пытается? Блай лингами разводить, лингами принимает бой. Супер пытается прогрызть плетку. Плетки доделываются. Мазеркор королеву убивает. Супер, что ты делаешь, Блай вообще? Все, надо плетки подкапывать. ГГ пишет супер катастрофа просто. Ошибка, ошибка. Нет опыта вообще. У супера по ходу дела. Блай царь вообще. Финала ждем. Прем Смайл чарлика запилить. Чарлик и так он есть, похожий на чарлика. А есть Прем Смайл похожий на чарлика. Желтый. Желтый. А есть Прем Смайл для работы. Желтый. Неверный перец. Желтый. Прем Смайл. Смайл. Джейтер. ну короче ублая как обычно я понимаю победил молодец вот но ну короче так опять звук не работает в чем дело так фермер 232 поддерживает на 500 за бойлер спасибо за бойлер красавчик поддерживаем поме мужики спасибо тебе более рукой что же спасибо а Продолжение следует... 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 Ну, Блай мог выиграть в конце Знаете, что ему нужно было? Ему нужно было шестью лингами сразу же запижать к папе Джо Вот, и убить рабочих А дома по максимуму рабочими стоять на халде перед плеткой чтобы зилки тупили Лингами, наверное, стараться прирост который сзади подходит по одному зилку сгрызать Вот, и возможно увести одного дрона куда-то, чтобы газ запилить например, да, для размена Ну, хотя, какой размен? Если бы даже Блай убил папе Джо весь мейн, у него остался папилон с четырьмя гейтами, это гигантское количество хп, и это тоже пришлось бы убивать, причем папе Джо мог бы сплетануть на две части армию, как бы и печаль была бы, то есть тут что-то было не так, ему на золоте надо было отбиваться, причем я думаю, что ему нужно было не уводить рабочих с золота на мейн а с рабочими первых зилков стараться окружить, потому что если ты первый прирост, в каком случае всегда входьте в воле, не удавались прокси, если ты первых зилков трех, например, там, или одного принимаешь все, это просто сразу ничего не выходит поэтому всегда выходили ну, с пятью зилками, но там другой расклад был, здесь, ну, здесь по-другому то есть здесь не с четырьмя, здесь с шестью где-нибудь надо с восьми выходить хотя четыре тоже, как бы, если зерк не ожидает четыре, это, ну, жестко в воле все поменялось очень сильно, естественно хватит бота дрочить Никс он полезное дело делает вот намялись уши, что-то было дальше думаю, что все, что с пол на тебя пап я СГЛ 20-го только. Ну, корейцы не могут, наверное, играть завтра, поэтому вот так вот. Гейт даст некус. Купа Пиджо, Глайд ставит хату сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Короче, придумал я новый сбор. Пусть будет. Телефону моему кранты, старому. Батареи отсутствуют, надо отсюда телефончики еще будет взять, вот. Поэтому будем на телефон теперь собирать, короче говоря. Помаленечку, по чуть-чуть, может какая-нибудь соберем. Просто, чтобы был постоянно какой-нибудь сбор. В принципе, стримов очень дохрена, поэтому на какие-то призовые тяну там и все дела я не буду собирать ничего. Наши войска атакованы. Привет, увермай от МК. Считаю, что ты нормально отыграл. Что ты тут залет? Ты все ждешь меня? Знаете, что пойдем. Знаете, что пойдем. Это как люди. Только шерстяные. И на четырех лапах. Точнее, это и есть люди. Только шерстяные на четырех лапах. Не разговаривают по-другому. Ну что, ребята. Третья хата углая. Блай решил стандартствовать здесь адептом Глеф и плюс два гейта. Три гейта адепта. У всех свои варианты застроек. Это, ну, бывают хорошие варианты застроек, бывают ущербные. Это очередной вариант ущербной застройки. Почему? Пилон спереди. Вот можно поставить пилон здесь и гейт здесь. Просто два жирных здания будут впереди стоять на этой карте. Так зачем придумывать какой-то вред, если можно сделать нормально? Так, здесь лингов надо сзади обвести за адепта. Молодец, Блай сразу же это делает. Пилончик. Да какую пробку ты пилон грызи, ё-моё. Пилон подгрызает, Блайма... Давайте в 2016-м без мазеркура будем с Блайм играть. Окей, хорошо, говорит, по пиджо. Вызов принят, короче говоря. Блай передропывает на мейн уже лингов сейчас. Причём здесь можно пилон сбрить и глефы не доделываются. Семь секунд, нет, за семь секунд уже Блай ничего не сбреет точно. Он врывается в рабочих, это более верное решение получается. И тем более у него нету как бы вижена на сколько готов к рейд. Поэтому всё абсолютно верно Блай делает. Но по пиджо так агрессивненько я бы сказал. Агрессивно достаточно рабами контролит. То есть он отгоняет Блай, а сейчас лингов... В чём агрессивность заключается? То есть это грамотный контроль. Может быть агрессивно неправильно сказать, но не все поймут. Когда вы дерётесь с лингами рабочими, ни в коем случае не посылайте их через Аклик на местность. То есть вы выбираете рабочих, видите где линги дерутся и посылаете в Минерал. И когда рабочие через лингов Минерал Вокум проезжают, вы посылаете их через атаку, короче говоря. И они окружаются в лингах, они эффективнее дерутся. Вот. Гугл аккаунтов. Заходят роучи от Блая. Адепты куда-то там в тыл телепортируются. Нужно принимать Блая бой. Здесь три реведжера запилены. Адепты идут вперёд, Блая пытается отбиться. Здорово всем. Вот, нет, а восстановление телефона, да? Нужно включить телефон. Я просто не знаю, там что за аккаунт. В Xiaomi там что-то есть, как бы. Ну и что там на Samsung седьмой? Он же взрывается. Что-то там в новостях пишут. Батарея сгорает. Да не, мне не надо. Мне подобное моему нужно, как бы, там Xiaomi какой-нибудь дешёвый. Нахрен мне. Я не знаю. Даже если бы у меня было миллионы денег, в которых я не смог куда выдеть. Смысла нет. Ну, если бы они не были необходимы. Действительно, такие. Ну что, Блая разрывает по Пиджо. Это 1-1. ГГ пишет по Пиджо. Вот такие вот дела. Так, ну просил же, Ревыч, я просил же. Не надо таких тут, пожалуйста, вещей. Двести это часть. Есть, если что, неисправимого. Какой фичей ты не знал про MineralWog пробками? MineralWog есть пробками. Просто, если рабочие дерутся, как бы, с лингами в одним фронтом. И получается примерно, что один линг с одним рабочим дерётся. Они в хлам громят рабочих. Когда же это даёт возможность, для чего, как бы, это делать? Это даёт возможность всем рабочим пилить лингов большему количеству. То есть там 10 рабочих будет пилить 5 лингов, и они их загромят просто. Всё не в теме. Я говорю, что хорош. Сколько можно уже? Надо игрой доказывать это, а не в чатике просто. Вот в чём дело. А возможность этого будет ещё. Ты, чтобы один расти, надо не был пукан, чтобы бомбил. Бомбил мясо. Что случилось? Тиран, сори. Папиджо, тиран, сори. Вот как-то так. Чарлик свалил куда-то. Ну ничего, с Чарликом мы сейчас прогуляемся. Так, ну насчёт, короче, телефона. Я уже не буду, думаю, сбор этот менять. Я чуть подумал, может нахуй мне телефон меня, вот этот устраивает вполне. У мамы взял, надо отдать как бы. На две симки что-то взять. Всё-таки удобнее. С таким уже привык, как тексту там смс-ки удобно отсылать. Видно, как поддержку шлют. Вот. Вот. Офигел, простой телефон за 20к. Но я 20к ставлю, потому что... Ну как-то не совсем простой просто. И Xiaomi хочу взять перо. Вот. 20к, потому что 20к со всеми сборами, а на самом деле это меньше 15к будет, так как 10-15% через плеерка присылают. Вот. Вообще я не вижу смысла уже такой, как был заказывать. Хотя, если бы он работал бы, всё нормально было бы. Я ещё Мони к нему закажу, может быть, второй экран. Просто Моня его отдам, чтобы поменяли там за 8 соток, или сколько он там стоит китайский. Какой-нибудь. Вот. Ну что, ребята, 1 на 1. Сейчас я спрошу. Нет. Нет. Так. Ещё нет, что ли? Да ну вы чё прогоняете, что ли? Этбо3. Ну я так и думал, что за... В принципе. В принципе, в турнире, где нет очков, ой, нету призового, не будут играть Бу-5, но если было первое место займёт, первое место, по-моему, уже гарантирует попадание туда. Я не знаю, напрямую или по очкам. Наверное, очков много даёт. Так. Спасибо, банк Кенбарнбарн. Выезжу тысячу рублей на Huawei Honor 8. Что такое Huawei? Спасибо, Кренди Рубелёк. Huawei Honor 8. Я не знаю, я посмотрю, просто когда я буду... Я примерно сумму проставил, как бы, я её, может быть, изменю ещё в ближайшее время, ребят, поэтому... Так, я просто не знаю, я так примерно накинул сейчас, чтобы понять, что там да как. За поддержку вам громадное спасибо. Да нет, мне... Вообще, мне как бы... Ну, то есть, для чего нужен телефон, там, планшет, ну, там, смартфон, планшет и т.д. Как бы, что-то такое для того, чтобы в интернете сидеть. Мне нахрен этот интернет не надо, мне интернета... Вот, я с двух часов, я ещё до двух пришёл, я с вами, без пламени интернета-то больше ничём не насмотреть, тужим, что ли. Вот, я лучше в лес съезжу, куда-нибудь похожу, там, лису и вижу, как. Я рассказывал, что, просто, последний раз, как ты чё, раз ездил с женой с грибами, ходили, лису увидели, прямо она сорвалась, около нас пробежала. Вот. Но, когда вот этот появился у меня телефон, как вот, то есть, удобно очень, ну, поддержку читать, там, и все детства, там, и все детства очень удобно. Всё-таки, как бы, именно в плане текста и всего такого. Ну, всё, здесь через торгейт, опенинг, Блай тут передробчик делает, но он, опа, не заметил, не заметил, буквально миллиметрика не заметил сейчас по Апиджо. В итоге вы увидите, что сейчас, то, что Блай... Так, Блай что, с двух сторон собирается ворваться? Нет, Блай пытается на пилон зайти. Пробка стоит перед застройкой. Зачем она стоит перед застройкой? Я не знаю, но Папиджо ошибается, потому что на мейн у него ни пилона нет, ни юнитов никаких нету. Ленге забегает. Блай, что ты делаешь? Два дрона. Двай, две пробки упустил сейчас на ровном месте. Ну, ё-моё. Вот, видите, как Папиджо делает? Я вот об этом говорил, как бы он и в прошлой игре делал. То есть, не просто через Аклик, ещё в чём прикол, вы просто через Аклик делаете зергу. Если зергу необходим, он просто берёт, и собак отходит, как бы. А если вы так делаете, рабочие зачастую окружают лингов, и... Ну, они не уходят. Так, ещё попробочка у Блай изгрызает. Парабам немножечко в плюсе стал. Здесь овер минус нул дроп... Овера, который дропывает, минус нул лингов. Ну, Папиджо отдвился, но по экономике у Блай всё в порядке, в принципе. Я думаю, что ему не нужно особо здесь ничего пушить. Ну, в гидролингово Беллинге уже, наверное, придётся играть, потому что там грелочка летает, как бы, и надо как-то здесь решать с ней вопрос. Так, короче, всем громадное. Спасибо ещё, ребят, за поддержку. Сегодня прямо чё-то вообще... Ну, постараюсь, ребят, для вас, ребят, стримить. Я говорил, обещал, что осенью стримил будет немерено просто. Ну, пока их не немерено, но очень много тоже, и по времени достаточно много они идут. Так, минус овер. Ноябрь, чувствую, вообще плотным будет. Близкон, кумсторикап там. Просто турниров вообще выше крыши. Лучших турниров. Лучше медведя. Но медведей там в наших лесах нету, где мы были. Вот где дедушки моего родина. Если кто из кого есть, Струга Красинский район, там глухие леса очень. Вот. И от Струга Красинского, и там этот к Великим Луком в сторону. Там очень другие районы еще есть, где леса просто глухие. Дедовичский район, по-моему, дедовичский. Вроде он как бы административный центр, в общем, в тех местах был во второй, в Великой Отечественной войне. город партизанский. 10 тысяч километров площадь его была, где немцы его не захватили прям в лесу. Мой дедушка там бывал. Подорвался маленький на нем. В гостепле там был. Или на гранате. У него кишечника вырвало там. Треть удалили, короче. Вот. Там и медведи, там все есть, что угодно, короче. Ну, я там даже, ну, я там редко бываю, как бы, там, как-то далеко не заходить в лес. Ну, дядя мне говорил, что из Новгородской, я не помню, какая в Новгороде авиабаза, там есть истребительная. Там, например, истребители-бомбардировщики на сверхзвук переходят в этих районах. Можно увидеть их, как бы. Вот. Я посмотрел бы, никогда не видел, хоть и авиации любитель сверхзвука. Никогда не видел, не слышал. Так, что-то, ну, ребят, что, блин. Игра идет, Блайд собирается пушить реводжерами, гидрой. Вот. Айфон 6, но я его разменял на Хонор 8. Сколько же он стоит, если айфон на него менять. Айфон же сверхдорогой, блин. Так, приходит Блайд, камни пробивают, гидра, реводжеры, линги, подбегает еще много сюда юнитов. Сейчас стрим, сейчас кайте-игры закончатся, не покидайте стрим, расскажу, что будет завтра, я вам очень-очень быстро прекратим трансляцию, я поставлю воду заливаться и пойду домой. Так, ведущая строка на вебку залезла, благодаря вам. Поддержки много. Залезает. Так, на мэне какое-то забегание было, кстати, как сюда линги попали, уже нексус упал, видимо, просто забежал через вертяжи, пап, папиджо из 4, только 2 успевает выставить, пилоны минусуют моментально, да, есть 6 имморталов, но по гидре они не так эффективны, пилоны падают, в общем-то, здесь весь продакшн в итоге отключается, упротся, бомбит сейчас фаербулами, блай, но, кстати говоря, у папиджо тут юнитов-то много, пробьют ли блай? Нет, пробивает, полиамид усует, но даже если бы он здесь не пробил, он водоотекание был потом и пробил, в любом случае, кстати, здесь блай и не пробил, похоже, что он, то есть, львы пришли, здесь отогнал, вроде как, нужно пилоны восстановил, 70-45 парабам, но все равно в перспективе блай здесь дожмет, гггзи пишет по пиджо, видя подотекание блай, видя то, что люраморфица понимает, что уже не отбиться, ну что же, пишу гг, гуд джоп, как говорится, блай, хорошая работа, порадовываю, во-первых, «блай», 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 Высоко очень разницы не видно, какая переход, так я не про разницу, я про звук. Мне дядя говорил, что там их хорошо очень видно, я думаю, там просто глухие места, возможно, они низко переходят. Как будто сарай взорвался, пореже бы. Делаю стоп-старт, ребят, как и обещал, вернусь без задержки на пару минут сейчас и будем прощаться.